Уважаемые дамы и господа, мы провели переговоры с министрами иностранных дел расширенной тройки сообществ латиноамериканских и карибских государств. Это наша уже вторая встреча, но первая в Москве. До этого мы встречались в сентябре прошлого года в Нью-Йорке. И нынешний визит мы рассматриваем как важный этап в наших отношениях с Силак, динамично набирающим обороты объединением всех 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Мы видим в создании этого сообщества настрой народов региона на укрепление интеграционных процессов, на становление Латинской Америки в качестве одного из центров мирового роста, важного полюса многостороннего мироустройства. Мы высоко ценим, что у нас совпадающие позиции по ключевым международным проблемам – это прежде всего последовательное отстаивание принципов многосторонности, утверждение верховенства международного права, твердое исследование ключевым положением Устава ООН, включая мирное урегулирование споров, уважение суверенитета и территориальной целостности государств, невмешательство во внутренние дела. Мы договорились о создании механизма политического диалога в формате России СИЛАК на уровне министров иностранных дел. Будем продолжать встречаться и на полях различных международных форумов, прежде всего в Организации Объединенных Наций, но будем также планировать встречи в столицах не только Российской Федерации, но и тех стран, которые председательствуют или входят в тройку СИЛАК. И условились, как это было в сентябре, как это будет сегодня, фиксировать результаты таких встреч в совместных заявлениях. Заявление, которое мы одобрили на нашей нынешней встрече, широко отражает наши подходы к широкому спектру обсуждавшихся тем. Среди них укрепление центральной роли ООН, поддержание международного мира и безопасности, обеспечение прав и свобод человека, борьба с международным терроризмом и наркобизнесом, противодействие распространению оружия массового уничтожения, включая задачу создания на Ближнем Востоке зоны свободной от ядерного оружия и противодействие милитаризации космоса, недопущение фальсификации истории, включая проблему героизации нацизма, а также вопросы охраны окружающей среды, устойчивого экономического развития. Мы обменялись мнениями в отношении ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, включая положение в Сирии и вокруг нее, признательны нашим коллегам за поддержку инициативы о созове международной конференции по урегулированию в Сирии и за поддержку наших подходов к ее организации. Мы обсудили актуальные вопросы для латиноамериканского региона. Это касается, в частности, и необходимости скорейшего прекращения блокады Кубы и скорейшего политического урегулирования проблемы Мальвинских островов и задач содействия нашим друзьям в ГАИТе по восстановлению экономики и обеспечению стабильности. Мы рассмотрели ситуацию в мировой экономике. Она влияет на все наши страны. Признательны за поддержку латиноамериканскими и карибскими государствами приоритетов российского председательства в группе 20. У нас уже накоплен хороший, полезный опыт взаимодействия в 20-ке с теми странами региона, которые в нее входят. Наши друзья высказали идею установления контактов между СИЛАК и БРИКС, в частности, на полях различных международных встреч. Нам эта идея кажется привлекательной. Мы обязательно обсудим ее с другими странами, которые входят в состав объединения БРИКС. Говорили мы и о двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве между Россией и Латинской Америкой с акцентом на повышении доли высокотехнологичных проектов, создании технологических альянсов, совместных производств. Также говорили о взаимном интересе и растущем интересе наших народов к наращиванию обменов в сфере культуры, образования, науки. И этому уже на деле способствует безвизовый режим, который установлен в отношениях между Российской Федерацией и подавляющим большинством стран Латинской Америки, Карибского бассейна. Мы поставили задачу, надеюсь, что в самое ближайшее время ее можно будет реализовать, задачу установления безвизового пространства «Россия-Силак». Это будет очень важным вкладом в укрепление наших отношений, в создании максимально благоприятных условий для общения между людьми, да и в целом для развития всего спектра наших насыщенных, богатых связей. Я благодарю своих коллег за очень успешные переговоры и передаю слово председателю Силак, министру иностранных дел Кубы, господину Бруно Родригесу. Спасибо. Во-первых, поблагодарить за прекрасный прием, который нам был оказан в России. Мы также во время наших переговоров обсуждали, что развитие отношений во всех сферах является приоритетом между Россией и Силак, и мы имеем прекрасный потенциал для развития в будущем. Мы также, наше мнение совпали, необходимость возобновить и увеличить производство высокотехнологичных продуктов, а также имеющих высокодобавленную стоимость, создание новых альянсов и промышленных схем. Необходимо укрепить также сотрудничество в сфере образования, а также академических обменов. В то же время мы подчеркнули приверженность принципам международного права, приверженность принципам Устава ООН, наш общий интерес в укреплении многосторонней сферы, а также построение юристического многопорядка, который будет справедливым, демократическим и прозрачным. Я также хочу сказать, что министры Силак выразили свое удовлетворение результатами прогресса, которые были достигнуты между правительством Колумбии и ФАРК, и эти результаты являются очень приятными. Благодарим. Так, переходим к вопросам. Пожалуйста, первый вопрос с информационным агентством Пренса Латина. Хорошо. Я бы хотела всех приветствовать. Первый вопрос министру иностранных дел Кубы. Вы считаете, какие ваши выводы по этой встрече, какое значение эта встреча будет иметь для улучшения отношений между Россией и Силак? Какие перспективы есть на будущее? Я ощущаю, что между нашей встречей между Силак, расширенной Силакой и Россией, с того года назад, когда мы встретились, мы расширили нашу сферу сотрудничества и очень хорошо продвинулись этот год. И у нас есть конкретные результаты, ощутимые. Они являются необходимыми для построения лучшего мирового устройства. Я бы хотел еще раз поблагодарить Российскую Федерацию за то гостеприимство, которое нам было оказано, а также за возможность обсудить наши отношения между Россией и Силак, которые находятся на прекрасной стадии. Для информационной агентства Латины есть еще один вопрос. Пожалуйста. Да, благодарю. И позвольте, я еще сделаю один вопрос для министра Гаити. Это первый визит такого уровня в Россию с вашей стороны, в вашем государстве, а также присутствие Гаити в расширенной тройке в таком формате является очень важным. Какое оно имеет значение для Гаити, для сотрудничества с Россией? Какое значение имеет этот первый визит в Российскую Федерацию? Спасибо. Действительно, как вы это правильно подчеркнули, это историческое событие, и впервые Гаити участвует в заседании такого рода. И наше присутствие здесь объясняется, во-первых, тем, что Гаити с января этого года занимает постпредседателя в Корреком. Это региональный союз. А эти Гаити участвуют в этом союзе уже 15 лет. И мы делаем все возможное для того, чтобы играть активную роль в этом регионе. Мы также являемся членами СИЛАК, а также многих других многосторонних региональных механизмов. И мы следуем таким принципам, как верховенство права, продвигаем эти принципы. Мы рады участвовать в этом заседании. И, как вы знаете, Россия играет важную роль на международной арене. И я хотела бы напомнить, что Россия также играет важную роль в Совете безопасности ООН. Она также способствовала восстановлению стабильности в Гаити. И мы хотели бы поблагодарить Россию за это. Как вы знаете, Гаити столкнулась со страшными сложностями, страшными проблемами. В особенности после страшного землетрясения, разорившего страну. И, к счастью, дружественные страны оказали нам содействие. Мы преисполнены решимостью сохранять солидарность с региональными державами. И мы тепло поддерживаем это сближение с Россией. И вот это объявление о заседании в Нью-Йорке, встреча стран БРИКС и СИЛАК – это очень обнадеживающий сигнал для стран всего региона. Спасибо. Информационная агентство ИТАРТАС, пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос ко всем. Скажите, как вы считаете, какие аспекты сотрудничества России и СИЛАК сейчас являются наиболее важными? Спасибо. Знаете, я, может быть, тогда начну отвечать, тем более, что ответ будет немногословным. Мы говорили об этом в наших вступительных словах вместе с Бруно Родригесом. Я не могу выделить какое-то одно направление, которое мы считаем главнее, чем другие. Мы хотим развивать наше партнерство по всем без исключения направлениям, во всех без исключения областях. Это политический диалог, торговля, экономика, сотрудничество в гуманитарной и культурной сфере, в сфере высоких технологий, реализация совместных проектов. И в этих целях мы заинтересованы в том, чтобы бизнес наших стран активнее встречался и изыскивал взаимовыгодные перспективные проекты. Это касается, конечно же, и координации действий на международной арене. Так что, какую сферу ни возьми, мы везде ощущаем обоюдный интерес к развитию взаимодействия. И именно этим будем руководствоваться. Кстати, все наши подходы закреплены в итоговом заявлении, которое распространяется и которое достаточно полно отражает намерения России и Силак в том, что касается взаимного сотрудничества. С Вашего позволения, господин министр, хотел бы добавить к тому, что уже было сказано в качестве ответа на Ваши вопросы. И хочу сказать, что такие встречи являются собой, с точки зрения Коста-Рики и с моей точки зрения, являются собой начало новой эры в отношениях между Россией и Латинской Америкой. Мы основываем наши отношения на принципах солидарности, уважения, взаимопонимания и взаимной выгоды. Это является собой значительное продвижение вперед. С момента образования Силак, что случилось совсем недавно и до сегодняшнего дня, мы могли ввести диалог между Латинской Америкой и странами Карибского бассейна с Россией. Это новый элемент, который открывает новые возможности для сотрудничества и политического диалога. Спасибо. Есть еще вопрос от телеканала Rush Today, пожалуйста. Вопрос к министру иностранных дел Российской Федерации. Сегодня в Жениме проводится заседание комиссии ООН по правам человека, где, как ожидается, будут критиковать режим сирийского президента Башара Алясад за то, что на стороне режима воюют наемники. Почему некоторые внешние игроки закрывают глаза на то, что наемники воюют иностранные оппозиции и насколько совпадает позиция России и стран Содружества Латинской Америки и Карибского бассейна по вопросу сирийского урегулирования? Спасибо. Мы с самого начала этого конфликта неоднократно настойчиво предостерегали от попыток его интернационализации. Но, несмотря на это, поток боевиков из-за границы последовательно нарастал, в том числе из Ливии, других стран Ближнего Востока и Севера Африки, а в последние месяцы и из Европы, и из других регионов. Расширялся и, кстати, поток оружия, которое поступало к боевикам, к вооруженной оппозиции, хотя поставки вооружений негосударственным игрокам по международному праву являются нелегитимными. И в этой связи упомяну и те решения, которые вчера были приняты или позавчера Европейским Союзом, о непродлении эмбарго на поставки вооружений оппозиции. Но они вызывают достаточно серьезные вопросы. Во-первых, как я уже сказал, международным правом поставки вооружений негосударственным игрокам объявлено нелегитимными. Кстати, недавно согласованный проект Международного договора по торговле оружием, инициаторами которого выступали и Великобритания, и ряд других стран-членов ЕС, также фиксирует недопустимость поставок оружия негосударственным субъектам. По крайней мере, без согласия государства на территории которого эти субъекты действуют. Ну, кстати, и уж говоря о правовой основе передачи вооружений, в Европейском Союзе принят кодекс поведения в области экспорта вооружений. В конце 90-х годов еще. Там подобные поставки напрямую запрещены. Поэтому объявлять эмбарго на то, что запрещено международным правом, включая правом Евросоюза, изначально было как-то двусмысленно. А теперь отмена этого эмбарго делает ситуацию еще более сложной, как минимум создающей очень серьезные препятствия на пути реализации инициативы СОЗОВа международной конференции по Сирии. Вы упомянули о попытках провести одностороннюю одиозную резолюцию в Совете по правам человека. Недавно такая резолюция была принята Генеральной Ассамблеей ООН. Хотя число ее сторонников по сравнению с прошлым годом сократилось почти на 30 государств, Тем не менее, ее принятие и настойчивость в ее продвижении, которые продемонстрировали некоторые страны Персидского залива, в частности, для нас однозначно означает попытку создать сложности на пути реализации российско-американской инициативы. Потому что эта резолюция Генеральной Ассамблеи была активирована сразу же после объявления нашей инициативы во время визита Джона Керри в Москву. Сейчас то же самое пытаются сделать в Совете по правам человека. К моему огромному изумлению мы узнали, что помимо соавторов этой резолюции, это Катар и Турция, Соединенные Штаты, делегации Соединенных Штатов самым активным образом продвигают эту, в общем-то, совсем неполезную затею. Я, кстати, находясь в Париже, спросил у Джона Керри, обратил его внимание на это, оказалось, что он был не в курсе этой ситуации, обещал разобраться, но вот не знаю, удалось ли ему это сделать или нет. Поэтому, когда идет со стороны тех, кто делал ставку даже не на оппозицию, а на одну группу оппозиции, национальная коалиция далеко не всех представляет сирийцев. Есть те, кто работает внутри Сирии, никогда не покидал эту страну и переживал со своим народом все, что с ним происходило, все, что происходило в Сирии. А национальная коалиция, в общем, на нас стоит в подавляющем большинстве своем из эмигрантов, которые уже многие годы живут в Европе или где-то еще. Но вот сейчас они были призваны на дело смены режима, получается. Мы обо всем об этом очень откровенно говорили и с Джоном Керри, и с Лораном Фабиусом, и с другими нашими коллегами в Европе, со странами залива, с нашими турецкими партнерами. Мы пытаемся убедить в том, что любые односторонние действия лишь затрудняют поиск политического урегулирования. И если мы все привержены этому урегулированию, а именно такие слова все происходят, то нужно избегать односторонних спойлеров и сделать все, чтобы убедить всех оппозиционеров садиться за стол переговоров без каких-либо предварительных условий. И обеспечив при этом полноценное представительство всех групп сирийской оппозиции, включая внутреннюю оппозицию, безусловно, и обеспечить в дополнении к этому полноценное представительство всех внешних игроков, к числу которых обязательно надо отнести Иран и вообще всех соседей Сирийской Арабской Республики. Вот, собственно говоря, и все. Но что касается так называемых наемников, которые воюют на стороне режима, Хизбалла не скрывает, и ее лидер публично заявил, что комбатанты из этого шиитского движения направлены в Сирию прежде всего для, как было подчеркнуто, защиты шиитов, оловитов, для защиты шиитских святынь, которые регулярно подвергаются угрозам разрушения, подвергаются нападениям со стороны боевиков. И об этом мы тоже предупреждали. Конфликт уже достаточно длительное время все более уверенно обретает межконфессиональный характер. И это чревато углублением противоречий внутри исламского мира, это чревато серьезными угрозами для немусульманских групп, которые в Сирии и в регионе проживают. Это и христиане, и друзы, и курды, и многие другие. Поэтому никакого другого пути, кроме созова конференции, мы не видим. Но для этого надо, чтобы все работали честно и не допускали двойных стандартов. На словах выступать за конференцию, поддерживать эту инициативу, а на деле предпринимать шаги, которые, по сути дела, нацелены на подрыв этого предложения. Спасибо. Уважаемые демокспода, я закрываю пресс-конференцию. Благодарю министров и вас за участие. Спасибо.